Перед цветением, это самая была важная для нас обработка, она состояла из следующей баковой смеси. Ридамил Голд, Квадрис, Мач и Изобион. Ридамил Голд и Квадрис, почему? Потому что мы здесь делали искорняющую обработку против Милдин. Это очень была хорошая смесь, поставить ридамил Голд и Квадрис именно перед цветением винограда. Мач, я как сказала, что был очень сильно растянутый лед, лед был более 60 дней первого поколения. Максимально мы фиксировали, по-моему, в 2013 году реставерка летела 51 день, а в этом году она летела более 60 дней первого поколения. И Изобион мы добавили в связи со стрессовыми условиями цветения. Цветение тоже было очень растянутое. В период цветения были обильные дожди. Это мешало правильно пройти процесс цветения и завязи ягод. Чтобы не было хорошения и снять средства условия от таких погод, мы предлагаем вот именно перед цветением, как и было сказано Василием Владимировичем, ставить препарат Изобион. После цветения избилась борьба против пистолерки второго поколения и, естественно, милдиоидиум. Использовались препараты Проклейм, Бергада, Топас и Изобион. Здесь мы применяли Бергада в качестве эксперимента 4 килограмма на гектар. Мы, конечно, рисковали, потому что год тяжелый, осадки обильные. И в таких условиях желательно применять максимальную норму препаратов, указанную для применения. Или даже немножко завышать. Но даже 4 килограмма на гектар после цветения были достаточно эффективны, чтобы сдерживать развитие милдиоидиум. Ну, скорее всего, это повлияло то, что до этой обработки применялись хорошие препараты для профилактики данного заболевания. Это и Хорус, и Пергада, Ридамил и Квадрис. Шестая обработка – это 1 июня. Ридамил Голдинали Свич. Свич здесь мы ставили, потому что 29 июня, как вы помните, ну, например, у нас в Одесской области прошли очень-очень большой град. Были повреждения ягод.